Два года назад я вел влог о поступлении и учебе в шаде Яндекса. Тогда я выбрал шад, потому что альтернатив не было. Теперь они появились в лице Made at Mail.ru, Ozon Masters и в скором времени школы от еще одной мощной команды. Сейчас все о них расскажу. План такой. Сравним школы в разрезе их сильных сторон и целевой аудитории, процессы поступления, программ, сроков и сложности обучения. Поехали. Школа анализа данных Яндекса для жестких ботанов, которые хотят стать крутыми ресерчерами в Data Science и архитекторами высоконагруженных систем. У шада уже достаточно большая история и наработанный авторитет в России и в мире. Хотите уехать на мощную программу PhD в США? Вам шад. Хотите попасть на позицию Data Scientist в Фейсбуке? Вам шад. Также шад для тех, кто хочет стать экспертом в разработке. Чего стоят одни только алгоритмы с Максом Бабенко и плюсы с написанием интерпретатора или SPA. Правда, для большинства DS-вакансий знания шада будут излишними, но для работы в том же Яндексе или Гугле пригодятся. Те, кто хочет прокачаться в ключевых прикладных задачах машинного обучения, а не лезть в околонаучные и суперспецифические вопросы, найдут свое место в Ozone Masters. Там есть свои крутые курсы, например, по Data Engineering, но в то же время Ozone научит быть дженералистом Data Science, который может и данные собрать, и модель обучить, и в прото запихнуть, да еще и обосновать эффективность перед бизнесовыми подразделениями. Для этого в Ozone есть разные курсы, например, по софт-скиллам, курсы по управлению проектами, по презентациям, по моделированию бизнес-процесса. Кажется, что на менеджерские позиции в компаниях типа Сбера или того же Ozone будет проще попасть после Ozone Masters. Made at Mail.ru сразу позиционируется как школа для специалистов, уже имеющих опыт работы от 1 до 3 лет в сфере анализа данных или в разработке. Поступающие должны хорошо знать плюсы, джаву или питон. Благодаря такому требованию учеба в Made короче и больше ориентирована на индивидуальные командные проекты. Так же, как и в двух других школах, есть крутые преподы во главе с Виктором Кантером и есть мощные курсы по компьютерному зрению, обработке естественного языка, распознаванию речи и другим дисциплинным машинным обучением. Получается примерно так. Shad для будущих экспертов, Ozone для дженералистов, а Made для людей с опытом. В принципе, логично. Shad Яндекса всегда славился своим жестким отбором. Наверное, поэтому людей так развлекли мои видео о поступлении, где этот отбор прошел почти в прямом эфире. Там все подробно и смотрите. Отбор состоит из онлайн-контеста, экзамена и собеседования. Из нового. Экзамен разбит на два этапа. Первый – математика-алгоритмы, как раньше. Второй – программирование и задачи по анализу данных. Так же теперь в Shad берут без знаний жесткой математики, но с опытом Data Science. На втором этапе отбора и на собеседовании таким людям не придется решать задачи по высшей математике. Но зато нужно будет показать умение писать код. Кроме того, при отборе будут учитываться участие в проектах, наличие статей и в целом индустриальный опыт. В made.mail.ru отбор начинается с онлайн-тестирования по азам математического анализа на уровне практического применения производной, интегралы и рядов, линейные алгебры на уровне операций с матрицами и вычислений собственных векторов, а также знания основ решений дифференциальных уравнений, основ теории вероятностей и комбинаторики. Потом идет соревнование по программированию в формате ACM. Там проверяют, насколько вы знакомы с базовыми алгоритмами, такими как обходы графов, жадные алгоритмы, динамическое программирование, задачи на сортировке и простыми структурами данных, такими как список, очередь, стэк, динамический массив, словарь, а также насколько быстро и уверенно вы можете это все закодить при решении задач. Третий этап – это письменный экзамен для очников. Также дополнительные баллы можно заработать на необязательном соревновании по анализу данных в стиле Kaggle. В Azon Masters отбор похож на шат – онлайн-тестирование, экзамен и собеседование. Онлайн-тест состоит из 8 задач. Одна задача на дифференциальное уравнение, одна задача на алгоритмы, две задачи на тервер и мат-статистику, две задачи на матан, две задачи на линал. Проходят те, кто решил приблизительно 5 задач. После сдачи вы не будете получать правильное решение, а только пометку – зачтено или нет. Задачи будут рандомно генерироваться под каждый аккаунт. Далее – экзамен по математике. Он проходит в офисе Azon. У экзамена есть несколько дат, и можно выбрать любую. Однако, с каждой следующей датой количество доступных мест сокращается, поэтому откладывайте на свой страх и риск. Далее – интервью для тех, кто прошел экзамен. На собеседовании задач может быть несколько легких, или одна, но очень тяжелая. На собеседовании есть возможность сменить задачу. Также нужно будет рассказать о себе и объяснить свою мотивацию, как в шаре. Аккаунт Kaggle смотреть до собеседования не будут, но на собеседовании учтут. Короче, путь вышеперечисленной школы либо через жесткую математику, либо через олимпиадное программирование, либо через индустриальный опыт в Data Science. А желательно совмещать несколько фич. Если нет ни одной, то поступить не получится, и тогда стоит выбрать курсы попроще. Ученые назвали это естественным отбором. В шаре Яндекса есть четыре направления. Data Science, разработка машинного обучения, инфраструктура больших данных и анализ данных в прикладных науках. Data Science для тех, кто хочет научиться именно машинному обучению и работе с данными, а именно проводить эксперименты, строить метрики, оптимизировать работу сервисов и искать их точки роста. Инфраструктура больших данных, напротив, для тех, кто не хочет машинное обучение, а хочет кодить как боженька и проектировать суперсложные системы, ну или просто любит страдать. Кажется, что это самое адовое направление в шаре. Разработка машинного обучения – это нечто посередине. И в Data Science будете уметь, и в Prod сможете модельки выкатывать. Я учился как раз на этом направлении. Ну и, наконец, анализ данных в прикладных науках. Он для желающих применять Data Science за пределами IT-компаний. Отличие направления в том, что весь второй год отводится под исследовательский проект. В Made at Mail.ru три направления – Data Scientist, Machine Learning Engineer и Data Engineer. Data Scientist – это аналог соответствующего направления в шаре. Тут вы научитесь переводить задачи бизнеса на язык машинного обучения, находить закономерности в данных и оценивать эффект от использования моделей. Machine Learning Engineer – это аналог разработчика машинного обучения в шаре. Специалист, который дружит с плюсами, умеет писать быстрый код и пихать модельки в продакшн. Data Engineer – это направление, которое научит грамотно и эффективно готовить огромные данные для моделей машинного обучения. Кажется, однако, что разделение на специальности вполне условное. Курсы у всех похожи, к тому же можно брать любые курсы других специальностей. Поэтому выбирать лучше не по названию специальности, а по перечню обязательных курсов в рамках этой специальности. Ozone Masters отличается от Shada и Made. В нем есть два направления. Первое – Data Science и Data Engineering, похожее на другие школы, и там обещают жесткую математику и много практики, как и в других школах. А второе – Business Intelligence, больше подходящее для бизнеса и продуктовых аналитиков, чем для специалистов по машинному обучению. На программе речь пойдет о продуктовой аналитике, аналитике в supply chain и электронной коммерции в разрезе больших данных. Здесь, опять же, Ozone дальше от разработки и ближе к бизнесу, чем две другие школы. Из трех школ на своем опыте я могу оценить только шат Яндекса. В нем учеба 4 семестра, в среднем по 30-45 часов в неделю. Я засекал. Занятия по вечерам, хотя на них можно и не ходить. Записи выкладываются, а основная польза все равно от общения с преподами и однокурсниками в телеграм-чатах. Можно полностью удаленно учиться, причем как на очной, так и на заочной программах. Нет контрольных экзаменов совсем, только убийственные домашки. Совмещать с работой очень проблематично. Но это не точно. Так, в первом семестре отвалилась куча ребят из Яндекса. А я взял Академ после первого года. Из плюсов для взрослых, если при поступлении не дотянул до бесплатного, могут предложить учиться на платном отделении за 140 тысяч рублей в семестр. А за хорошую успеваемость оплату сократят или даже уберут. Вот в made.mail.ru платного обучения нет в принципе. Не прошел на бесплатное? Давай, до свидания. Сроки обучения 3 семестра, обещают по 15-20 часов в неделю. Можно очно вместись в Москве на Октябрьской, можно удаленно. После каждого семестра неуспевающих отчисляют. Что ожидаемо? В Озон Мастерс нагрузка похожа на ШАД 2 года по 30 часов в неделю. Может, конечно, больше или меньше, но это зависит от выбранных курсов и вашего уровня. Все лекции записываются на видео, поэтому много людей проходят курсы в режиме онлайн. Исключение – это курс алгоритмов. Там есть оффлайн-контрольные, остальные – проверочные работы онлайн. После каждого семестра студент может быть отчислен за неуспеваемость, как и везде. В общем, если хотите попасть в какую-то из этих школ, готовьтесь ботать. И главный сюрприз напоследок. X5 во главе с Валерой Бабушкиным запускает свою школу анализа данных, которая будет отличаться от всех вышеперечисленных. Хотите узнать чем? Подписывайтесь, и я скоро вам расскажу. До связи. Субтитры добавил DimaTorzok Далее!